вот привет мои хорошие с вами селена своей и сегодня у нас будет видео про виниры у меня стоит два вида виниров так называемые люминиры это дорогие дорогой вариант и виниры без обточки но намного бюджетнее вариант все это дело я в москве сейчас вам подробно расскажу передам свой опыт расскажу плюсы и минусы дорогие недорогие виниры расскажу казусы которые со мной встречались на протяжении всего этого времени в общем оставайтесь со мной кому это интересно и актуально ну что мои хорошие чего я хочу начать расскажу историю моих зубов и в принципе то что я уже делала в начале конечно у меня не сохранились видео но последние виниры без обточки я сделала внизу наконец-таки долго я ждала этого момента и счастлива и у меня есть до и после я вам обязательно покажу и так давайте начнем с самого начала самого начала у меня у меня были изначально зубы в принципе не совсем искривлены у меня впереди я уже говорила да вот так немножечко зубик на зубик заходил меня это напрягало и хотелось красоту сделать сразу быстро чтобы не носить брекеты потому что я не представляла себя с железками и в общем виниры так называемые люминиры сейчас потому что раньше когда это делала может быть семь лет назад думала 10 но на самом деле посчитали 7 лет где-то назад я делала может 6 вверх себе тогда это еще не назывались люминиры я слышал только одно виниры без обточки американская технология я нашла врача дело в клинике колесниченко дело мне сама колесниченко женщина блондинка такая у него самой стояли виниры у меня цвет сразу скажу самый белый из естественных то есть это не самый белый белый неестественные а из естественных поэтому они смотрятся более как натуральный и все никто даже не спрашивает у меня мои это зубы или нет и если вы будете делать зубки себе выбирать цвет я тоже вам рекомендую делать самый белый из натуральных можно даже на один тон чуть темнее сделать из натуральных чтобы было вообще супер мега натурально пришла значит я колесниченко мне сделали слепок мне на компьютере сделали все что максимум возможно сделать зубками чтобы их приравнять и фасад сделать вот такой вот красивый конечно же прикус от этого не меняется ничего не меняется но делается красота зубов да то есть улыбаешься ходишь и блестишь зубки сразу все одинаковые красивые в общем сделай это стоило это тогда дорого 700 долларов стоило это тогда сейчас 700 долларов один зуб плюс работа я делала себе 8 зубов верхних остальные зубы я все отбелила и вниз я поставила так называемый инвизи line это тип брекеты капы там тоже делается все по технологии тоже заказывалась это все с америки я каждые две недели одевала капы с капами было очень удобно потому что их не было видно я самостоятельно мне не нужно было приходить к врачу я самостоятельно две недели через каждые две недели меняла эти капы то есть снимала предыдущие и одевала новые полгода мне нужно было для того чтобы поменять прикус да вот здесь тоже не сильно была плачевная ситуация просто хотелось вот чтоб надо было ну и сделаем тоже это стоило около двухсот пятидесяти около 300 тысяч рублей этим взяла после того как я сняла брекеты мне поставили ретейнер внизу отбелила я эти зубки ретейнер я проносила около года мне его сняли и зубы мои разъехались в связи с чем внизу у меня появилась щербинка как это называется да и такая разъехалась конкретно мне это не нравилось цвет соответственно зубов нужно было все время поддерживать что не очень удобно для того чтобы они были на уровне моих верхних в итоге я решила сделать виниры я давно уже мечтала сделать виниры внизу но конечно же это дорого 700 долларов за зуб а сейчас даже вот в ростове у нас там 28 тысяч зуб с работой со всем вместе ну да чуть чуть дешевле тоже с америки заказывают но сложно в общем в чем фишка расскажу винир который у меня наверху фишка в том что совершенно без обточки без ничего мне это все сделали за 15 минут когда я пришла то есть сначала я пришла первый раз мне сделали слепок отправили все это в америку в америке там все посмотрели там как что нужно сделать и прислали мне готовые зубки то есть моя доктор я пришла и она мне просто их приклеила на мои зубы абсолютно без обточки то есть я их могу снять и останутся мои зубы как они были ничего не обтачивалась все что делали мне внизу здесь уже в москве куда приехала здесь один зубик стоит 6 900 сейчас у них вот чуть чуть дешевле стоило но сейчас они уже подняли цены 6 900 один зуб стоит что они делают здесь здесь они делают композитом самостоятельно это напоминает знаете что знаете как ногти наращивают акрилом вот мне тоже это напомнило потому что композит он такой знаете как пластилин его значит накладывают и прям вылипливают ваш красивый зубик потом все это засвечивают и все вот она у вас красота делали все тоже достаточно быстро то есть на все ушло это было у меня 9 зубов едва еще верхних я доделала чтобы было 10 наверху 11 зубов до получилось и где-то мы уже знаете уже в три часа мы управились я пришла в 12 в три часа мы управились то есть три часа все это время делала доктор мне за арина низ мне делала другая доктор как я нашла вообще это место где делают подешевле до 6 900 то есть это уже сравнивайте до 28 один зуб у нас там винир стоит я не знаю сколько в москве наверное также дороже либо 6 900 до вполне приемлемо как нашла моя подруга это на самом деле нашла она сделала себе зубки только когда приехала к не москву посмотрела думаю какая прелесть какая красота я пошла по рекомендации потому что так просто я тоже не доверяю стоматологи такое дело еще хотела бы рассказать о плюсы и минусы например виниры дорогие которые люминиры называются и виниры без обточки из композита выглядит одинаково красиво одинаково хорошо мне кажется что из композита даже делать намного лучше почему потому что в принципе любой доктор который работает с композитным материалом и реставрировать может зуб если что-то случится у вас под виниром этим да кариес или еще что-то то вы всегда можете пойти к любому в принципе врачу и да или в принципе к вашему до врачу вы можете пойти и она вам все это сделает один зубик быстренько что касается моих люминиров наверху это не так-то просто потому что если он у вас отклеился или как-то отпал или под ним развился кариес его сняли то или он как-то разрушился сам по себе то понимаете это уже целое дело то есть нужно будет опять идти к вашему врачу опять делать заказ либо какому-то другому врачу но как я понимаю эти люминиры они изготавливаются не в нашей стране их нужно ждать я ждала тогда два месяца вот в этом я думаю неудобства ну в общем то цена и оперативность восстановления зуба я предпочтение отдаю вот там где я делала низ себе это композитным материалом возможно я в будущем переделаю потому что в принципе вот люминиры дают пожизненную гарантию а виниры внизу которые у меня дали мне 5-7 лет ну говорят ходят и больше бывает и прекрасно все выглядит в общем это такой индивидуальный момент не знаю кто что делает зубами своими в жизни я свои зубы берегу крышки не открываю никакие зубами как некоторые кто меня смотрит вот я считаю что зубки надо беречь потому что стоматологи это всегда страшно и я лучше поберегу свои зубы чем лишний раз пойти к стоматологу для реставрации или восстановления зуба какого-нибудь со временем когда может быть испортится у меня верхний или не испортится они может сами по себе а просто там два десна с вами годами поднимается еще что-то всякое разное бывает я бы пошла и сделала по себе верх также узарины единственный момент который во всей этой истории произошел и мое счастье немного скрасила маленькое несчастье доктор которая делала мне низ она случайно задела у меня подъязычную слизистую пора не сразу даже поняла что это произошло что она задела крови особо не было слава богу артерия была не задета но у меня был вырван кусок слизистой то есть там была круглая дырочка у меня под языком вызвали хирурга я была не готова просто к уколу я не так боюсь стоматологов как боюсь уколы а не менее и вот это вот все что происходит адреналин повышается я не люблю какие-либо изменения в своем организме у меня была истерика у меня была паника я не хотела делать этот укол я говорю зашить и мне на живую или вообще не зашивайте я буду полоскать но долгими уговорами доктор все-таки сделал свое дело и уговорил меня хотя ему это было нелегко и сделал мне два шовчика под языком я не думала что это будет так мучительно три дня я практически ничего не ела у меня еще простуды было на губе одновременно то есть ни поцелуев ни еды в общем-то мне не было в этот момент это было очень тяжело но уже через четыре дня все под затянулось и я смогла нормально есть потом я пришла мне сняли швы все в общем-то прекрасно ничего не болит единственное что мой язык теперь не совсем функционирует так как раньше например да мы там когда покушаем да мы любим там языком правильно в общем-то очистить все наши зубы языком да и например я теперь языком с одной стороны я могу дотронуться до своих зубов мудрости а другим языком я не дотягиваюсь потому что так как была вот такая дырочка да у меня там у нее такая дырочка была она была маленькая но сам факт что произошло мне натянули сверху и снизу для того чтобы ее зашить соответственно кожи под языком стало меньше сейчас прошло у нас сколько прошло прошла неделя я не знаю изменится этот момент или нет но сейчас все подзатянулась и не знаю растягивается кожа там или нет хорошо если все встанет на свои места но боюсь что этого не станет и поэтому теперь даже и высунуть язык я не могу как следует то есть раньше я его могла высунуть нормально а теперь вот я уже чувствую как тянет мне там слизистую вот так что теперь надолго запомнится этот момент но я думаю что с каждым бывает я как бы то есть ничего против этих врачей не имею и в частности этой девушки я думаю что у нее просто опыт если честно мне так кажется что у нее опыт небольшой я не спрашивала возможно так получилось случайно с кем не бывает хорошо что все хорошо обошлось и в принципе если мне нужно будет делать вверх я вполне могла бы пойти то есть мне не страшно у меня не стал какой-то барьер я думаю наоборот от того что так произошло они меня запомнили и будут делать все еще аккуратнее вот поэтому хочу сказать ну я считаю что должна была об этом сказать не утаивать этот момент что так произошло но такое вот бывает и что хотел сказать контакты своего доктора Зарины я оставлю в инстаграме вы сможете посмотреть ее работы спасибо Зариночка большое вам за то что вы сделали красота мне нравится я счастлива улыбаюсь ну единственное что этот момент с языком конечно неприятный и оставится останется теперь след в моем рту но ничего это не так страшно я вам желаю чтобы больше таких ситуаций у вас не не происходило так что все контакты я оставлю внизу посмотрите работы если кому-то понравится узнаете там цены потому что цены все время варьируются но это все равно достаточно все недорого вот и все что я хотела рассказать про свои виниры если вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал кто в первый раз кстати в будущем я хочу рассказать вам ну вот скоро думаю здесь и сниму пока я в Москве хочу снять вам видео что вообще о красоте о том как я ухаживаю на что я обращаю внимание там ногти губы зубы глаза волосы как я стараюсь быть красивой какая максимальная красота для меня а на что я особо не обращаю внимание скоро будет такое видео поэтому оставайтесь со мной я вас люблю целую с вами была я селена свей и увидимся в следующем видео пока 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 я